Зима, холода, одинокие дома, где угодно, но не в Крыму. И если ты оказался в низкий сезон здесь, а море не зовет и шезлонг не манит, то это видео специально для тебя. И я расскажу, как незабываемо прожить один день в Крыму, чтобы друзья пускали слюни на фотографии, а у тебя захватывало дух от впечатлений. Все, что нам потребуется, это автомобиль и отличное настроение. Ах да, навык водить машину тоже пригодится. В навигатор нужно вбить локацию Судак или Коктебель. Только обязательно убедиться, что навигатор проложил путь вдоль моря, а не через Симферополь. Всем добрый день, уважаемые телезрители! И мы с вами сегодня путешествуем по нашему замечательному полуострову Крым. Куда мы едем, не знаю. Где мы, тоже не знаю. Кажется, когда поселок называется Рыбачье. Спасибо, что в Крыму есть дороги. Пусть еще не каждой достопримечательности и не вдоль всех красивых гор. И даже пусть воды в Крыму нет, но дороги есть, это факт. И мосты тоже. Дорога из Алушты в Судак протяженностью 81 километр. Самая серпантинистая трасса из всех, что ты встретишь здесь. Но при этом и самая живописная. Открывающиеся виды точно вдохновляют тебя для того, чтобы остановиться и сделать пару фотографий. Пойдемте, я вам все покажу. Пойдем, пойдем, пойдем. Шиповничек созревший. А вот это, видите, все деревья здесь покрыты мхом. Через один час езды, если вы выехали из Алушты, на горизонте появится Судак. Можно заехать сюда, чтобы посмотреть Генуэзскую или ее еще называют Судакскую крепость. Можно погулять в можжевельниках по тропе Голицына в новом свете. Но мы этого делать не стали. Так как бывали в этих достопримечательностях с экскурсией раньше. Это одни из известных и так называемых попсовых достопримечательностей Крыма. Да и к тому же там нужно много ходить. А мы сегодня ленивые кошечки. Смогло победить нашу лень только заманчивая плещущиеся у дороги море. Было бы лето, наверное, классно скинуть с себя сарафанчик и окунуться по пути. Но сегодня декабрь, поэтому только погулять, пофоткаться и подышать. Если вдруг я захочу сломать язык и перечислить название всех вершин, которые виднеются между облаков, знаю, ты захочешь назвать меня плохим словом. Потому что это либо греческий, либо тюркский языки. Просто любуйся и придумывай название в голове сам. Эта вершина похожа на беременную женщину. Это на соседа Васю. А это на однояйцевых братьев-близнецов. А вот вершину вулкана знать нужно. Это культовое место Коктебеля и его символ. Та-дам! Карадак! Сегодня это не действующий вулкан, и одни говорят, что вулкан умер. Однако находятся вулканологи, которые предполагают, что вулкан не умер 150 миллионов лет назад, а потенциально может проснуться сейчас. И если Карадак взорвется, Крыма не станет за один день. Страшно? Местность вокруг вулкана тоже интересная. Я бы даже сказала марсианская. Если вы режиссер или начинающий режиссер, не порно-роликов, а фильмов ужаса, тогда приезжайте в Крым. Ну все, нагулялись, нафоткались. Пора выдвигаться обратно в сторону Алушты. Здесь уже рекомендую ехать по новенькому шоссе через Симферополь. Впрочем, навигатор другого и не предложит. Таврида у нас в почете не только у местных жителей, но и у навигаторов. Скажу по секрету, крымчане гордятся этой дорогой, а туристы сами себе завидуют. Все-таки круто, что Крым наш. Благодарю за внимание. Желаю классных путешествий. С тобой была Алена Школя.